На главную елку с участием талантливых детей и мэра города все пришли с подарками. Во время поздравления детишек Александр Студнев неожиданно для самих ребят предложил заглянуть им под сиденье. Там каждого ждал сюрприз – шоколадные конфеты. В ответ маленькие бобричане тоже подготовили презент. Помимо шоу подарили и символ 2019-го – свинку, вот только морскую. Это замечательный просто подарок. Я хочу высказать слова благодарности всем, кто подготовил этот подарок, и заверить их в том, что этот подарок будет в надежных руках, он будет постоянно под контролем. Я его буду кормить, лелеять, ну и, конечно, хранить. Всех ребят хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им хорошего настроения, радости, веселья. И чтобы у них были сладкие годы, сладкие годы жизни, учебы. Ну и, конечно, чтобы они радовали своими оценками родителей, нас, ну и работали потом в дальнейшем на благо города. Зал Дворца искусств принял 700 детей. Это отличники в области образования, спорта, творчества, а также малообеспеченные сироты, многодетные и не только. Кроме сладкого подарка, мальчики и девочки погрузились в сказочное настроение, стали зрителями новогодней программы «Морозка». В общем, каждый получил массу эмоций, впечатлений и даже новых открытий. Сценка, сам праздник получился очень классный, очень позитивный. Очень приятно то, что мэр все-таки думает о детях, о их успехах в нашем городе. Очень было весело, смешно, позитивные эмоции, конечно, дало. Зарядилась энергия и очень весело. Я удивился, что мэр города сам всем давал подарки. Тот, кто выступал, старался. Дети любят мэра, это видно. Подарили ему свинку морскую. Я тоже желаю Александру Викторовичу счастья, здоровья, чтобы он не болел, чтобы он был лучшим мэром Бобруйска. Но до Нового года остается всего три дня. Однако и на этом республиканская акция «Наши дети в городе» не закончит свое движение. А это значит, малышей и взрослых ждет еще много впечатлений и подарков. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.